Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Коммунальные службы готовятся к погодным изменениям. Синоптики обещают самарцам дождь и мокрый снег к концу недели. Лучшие примут участие в параде памяти. На площади Куйбышева прошел смотр-конкурс по строевой подготовке, в котором приняли участие кадеты и юнормейцы. В День народного единства в Самаре состоится крестный ход. Православные верующие пройдут по улицам с иконой Божьей Матери, избавительница от бед. Освоили упражнения на прокачку памяти и мелкой моторики и теперь будут делиться знаниями с соседями и друзьями. В Самарском дворце ветеранов завершились курсы, направленные на сохранение когнитивных способностей. Сохранение исторической памяти и национальной идентичности. В областной столице отметили 10 лет со дня образования портала «Самарские татары». В Самарском регионе продолжится благоустройство гостевых маршрутов. Вопрос рассмотрели на оперативном заседании регионального правительства. В целом работы касаются восстановления поврежденных ограждений, установки остановочных павильонов, устройства тротуаров и пешеходных переходов, освещения, демонтажа незаконных торговых объектов, благоустройства территории, прилегающей к магазинам, озеленения. Гостевыми маршрутами пользуется абсолютное большинство жителей городов. Это самые насыщенные трассы, самые востребованные общественные пространства и пешеходные зоны, подчеркнул важность работы губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре основными гостевыми магистралями являются Московское шоссе и улица Новосадовая. По мнению губернатора, остановочные павильоны на гостевых маршрутах должны быть в едином стиле. Этот вопрос он поручил рассмотреть совместно Министерству имущественных отношений региона и городским властям. Также Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов в течение недели проработать идеи размещения муралов в сопровождении выставки форума «Россия», которая пройдет в Москве и на которой будет также представлена Самарская область. В Самаре прошел марш солидарности в поддержку участников СВО. Более 2,5 тысяч кадетов и школьников, 45 юнормейских парадных расчетов со всей Самарской области выступили на площади Куйбышева, демонстрируя свою строевую подготовку. Подробности расскажет Галина Топилина. Платон Валяков вступил в отряд юнормейцев, когда еще был учеником 175-й школы. Несколько лет подряд принимал участие в смотре строевой подготовки на площади Куйбышева. Сегодня Платон уже студент Самарского университета. В этом году он возглавил школьный отряд юнормейцев. За плечами целый месяц репетиций. Платон уверен, командный дух и патриотический настрой – главные помощники на пути к победе. Это большая ответственность, большая честь, так как мы представляем лицо нашего государства, нашей Родины, являемся силой, так скажем, движущей. Традиционный конкурсный отбор участников для выступления на параде памяти, который пройдет на площади Куйбышева 7 ноября, В этом году решено было объединить с еще одним важным мероприятием – маршем солидарности в поддержку бойцов СВО. Почему называется марш солидарности? У ряда детей, которые сегодня в парадных расчетах, отцы или братья находятся сегодня на спецоперации. Вражая им свое уважение, свою любовь, дети идут сегодня маршем по площади Куйбышева. Оценивают выступления парадных расчетов члены общественной организации «Союз генералов Самары». Особое внимание уделяют строевой подготовке участников, внешнему виду и слаженной работе. Участников смотра приветствовали члены конкурсной комиссии и почетные гости. Мы надеемся, что сегодня вы достойно представите свои районы и города. Мы вам желаем победы и осознания того, что все мы с вами потомки великого поколения победителей. Мы с вами защищаем историческую память, мы с вами сохраняем историческую правду. Победителям предстоит выступить на общероссийском этапе конкурса парадных расчетов. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. По прогнозам синоптиков, до конца этой недели в Самаре ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до минус одного градуса Цельсия. Все профильные предприятия и службы предупреждены о необходимости быть наготове и оперативно принимать меры. Об этом на еженедельном совещании сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко. В четверг, 26 октября, на площади Куйбышева планируется провести смотр коммунальной техники. Большинство машин универсальны. Их переоснащают для уборки в рамках содержания различных территорий по зимнему регламенту. Параллельно завершается процесс пуска тепла. Социальная сфера подключена полностью, как и почти все многоквартирные дома. Напомним, что начиная с 7 октября в городе начала действовать горячая линия по вопросам отопления. Жители могут оставить обращения, связанные с обеспечением теплоресурсом. Заявки поступают по телефонам горячей линии администрации внутригородских районов, профильного городского департамента и единой дежурной диспетчерской службы Самары. Также отрабатывают сообщения, которые горожане публикуют в социальных сетях и мессенджерах. На единичных объектах ведется адресная работа. В основном вопросы связаны с устранением на теплосетях повреждений. Возникших уже после пуска теплоносителя. Также при необходимости выполняется регулировка и другие работы, которые производят управляющие организации. Сейчас поступают в среднем от 10 до 20 обращений в день. Они остаются на контроле до полной отработки. При этом, как ранее сообщали специалисты, в этом году количество таких заявок уменьшилось на 22,5% по сравнению с прошлым годом. Горячая линия продолжает свою работу ориентировочно до 5 ноября. С 1 декабря водителей начнут штрафовать, если на их автомобилях резины не по сезону. Административное наказание за такое правонарушение 500 рублей. Эксперты советуют не ждать 1 декабря. Во многих российских регионах температура воздуха понизилась и ездить на летней резине уже небезопасно. Какие шины выбрать, шипованные или нет, будет зависеть от климатических особенностей того места, где вы проживаете. А правильная подготовка и замена резины смогут продлить и время ее эксплуатации. По словам экспертов, при установке шин к зимнему сезону важно убедиться, что глубина протектора больше 4 мм. Также следует проверить дату выпуска резины. Если шины 2017-2018 годов, то ее необходимо заменить. Также эксперты рекомендуют поменять колеса местами, потому что передняя ось всегда изнашивается быстрее, чем задняя. Если шины на дисках, то необходимо перед сезоном отдавать их на балансировку. После установки новых шин первые 500 км пробега необходимо избегать скорости выше 100 км в час. Если шины шипованные, то шипы должны прикататься, встать на место. А после сезонной смены шин, чтобы не было износа, нужно делать проверку с хода развала. Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что с наступлением дождливой погоды пешеходам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть заметнее для водителей. Световой день сократился, преобладает облачная погода, осадки снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности необходимо использовать световозвращающие элементы. Передвигаться рекомендуют только по тротуарам, а проезжую часть – переходить только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Перед переходом дороги нужно снимать капюшон и убирать зонтики, а мобильные телефоны и другие гаджеты убирать, чтобы не отвлекать внимание. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притонельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важный вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущей подземного сооружения деревьев быть не должно. Поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же новые саженцы расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Я думаю, что строительство поможет связать отдаленные районы города с центром. Это позволит жителям комфортнее и быстрее добираться до необходимого места. Кому-то до работы, кому-то, возможно, в какие-то другие учреждения. Мне кажется, важность очевидна. Скоро у нас зима. И мы, девушки, любим, например, в театр ходить красивыми. Красивыми, безусловно, это туфельки, это платьицы. И метроид можно будет сделать комфортнее. Законодатели, представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций продолжают обсуждать действия закона о маркировке рекламы в социальных сетях. Сам закон приняли еще в сентябре прошлого года. А с 1 сентября этого за нарушение предусмотрена ответственность. Однако далеко не все успели разобраться, как именно маркировать рекламные сообщения в соцсетях, чтобы не получить штраф. Что такое токены и кто следит за нарушениями нового закона, расскажет Светлана Кудрявцева. Завуалировал рекламу или напрямую пытался навязать услуги или товары в соцсетях, получая штраф. С начала сентября в стране ввели ответственность за размещение диджитал-реклама без специальной маркировки. Но пользователи соцсетей продолжают разбираться в тонкостях закона проекта. То, что всклохнуло вообще весь рынок и всех тех, кто занимается распространением услуг, блогерством, рекламой в информационной среде, в интернете, первую очередь. Поэтому называется диджитал-реклама. Речь идет о том, что теперь любые информационные рекламные посты, сообщения, в том числе завуалированная реклама от блогеров, они должны маркироваться как реклама. То есть ты должен сообщить, что это реклама. Государство захотело поднимать, какой объем рекламы идет, какие денежные потоки идут через рекламу в целом у всех его операторов. Конечно, это актуально больше для крупных игроков, которые занимаются рекламой в целом и диджитал-рекламой. Но видите, оно так подспутно стало касаться и обычных физических лиц. Сам закон приняли еще в сентябре прошлого года, а с 1 сентября этого за нарушение предусмотрена административная ответственность. Это касается как компаний, так и частных лиц. Теперь любая реклама, любые информационно-рекламные материалы в сети интернет, социальные сети, блоги, сайты, в нем данные материалы должны маркироваться с помощью специального кода, так называемый токен, идентификационный код. Он получается от операторов рекламных данных, список которых сейчас можно видеть на сайте Роскомнадзора. Там есть определенный список тех операторов, которые вступили в этот рынок. Ты обращаешься к ним, получаешь этот токен, этот уникальный номер, и на него должна быть ссылка в рекламном сообщении. Этот номер учитывается уже в конечном итоге у государства, у Роскомнадзора, чтобы он понимал в конечном итоге объемы рекламы. Вопросы контроля за соблюдением требований к рекламе в интернете разделены между ФАС России и Роскомнадзором. РКН следит за передачей информации о рекламе в реестр через операторов рекламных данных и наличием идентификатора токена. К полномочиям антимонопольной службы в этой сфере относятся определения, является ли информация рекламой, контроль за наличием пометки реклама и контроль за указанием сведений о рекламодателе. Для тех, кто забыл или не захотел указать маркировку, введены штрафы от 10 тысяч рублей для физических лиц до полумиллионных штрафов для юридических. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Далее коротко о других темах дня. Минфин призвал завершить программу льготной ипотеки под 7% до 1 июля 2024 года. Эксперты считают, что такой инструмент должен действовать точечно, распространяться не на всех и только на определенных территориях страны. Где требуется стимулировать спрос, но не перегревать рынок. По словам аналитиков, у застройщиков не будет инструментария, чтобы держать ценник таким, какой он сейчас. Программа льготной ипотеки действует с апреля 2020 года. Ее сроки трижды продлевали. При этом, по данным Минфина, около 60% рынка ипотеки и 90% рынка первичного жилья составляют субсидируемые программы. В Самарскую область поступила вакцина для профилактики инфекции у взрослых. В ближайшее время партию распределят в прививочные пункты. С начала сентября в регион поставили более 1,3 млн доз вакцины от гриппа для взрослого и детского населения. По национальному календарю бесплатную вакцинацию от гриппа проходят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, пожилые, граждане, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Медицинские работники уже привили более 30% от численности населения Самарской области. В пятницу, 27 октября, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детские сады. Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений, нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты детского сада. В течение 10 рабочих дней нужно подтвердить согласие. Если родители не согласны с предоставленным местом, необходимо обратиться в МФЦ. В Самарской области с 30 октября закроют 8 остановочных пунктов речных судов. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Речь идет об остановочных пунктах Зольная, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехмедь, Винновка. Также изменится и расписание движения по маршруту из Самары-Ширяева и Рождествена. В День Народного Единства 4 ноября в Самаре состоится Крестный ход. В этот день отмечается празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери. Самарцы пройдут по улицам города с иконой Избавительница от бед, чтобы помолиться за воинов. Крестный ход будет проходить после Литургии от Собора Покрова Божьей Матери на улице Ленинской до часовни святителя Алексея на улице Максима Горького. Начало Божественной Литургии в 9.00. Потренировали память, подкачали мелкую моторику и зарядились позитивом. В Самарском Дворце Ветеранов завершились курсы, направленные на сохранение когнитивных способностей. Задача организаторов сделать так, чтобы участники смогли делиться полученными знаниями с соседями и друзьями. Подробнее в нашем сюжете. О том, что во Дворце Ветеранов стартуют курсы под названием «Думай, тренируйся, живи», житель Самары Татьяна Казакова узнала из соцсети организации. Татьяна Михайловна на пенсии ведет активную жизнь, работает в Совете Ветеранов, а для работы, говорит, нужна хорошая память. Проводились с нами очень интересные всякие эти упражнения. Было и весело, и интересно. И действительно это помогает. Ну, я думаю, для людей моего возраста, и не только, даже для молодых, эти занятия очень актуальны. Потому что сейчас такое время, много событий, информации, и нужно память свою тренировать. Занятия, направленные на сохранение когнитивных способностей, во Дворце Ветеранов проводятся не первый год. Видя их популярность, организаторы решили запустить мини-курсы, чтобы обучить участников методикам преподавания. Главный принцип нашего проекта – научился сам, научи других. Занятия в группах ведут волонтеры, которые уже освоили базовый комплекс упражнений. И наши первые группы – это 20 человек, которые, получив необходимый базовый комплекс, начнут заниматься со своими знакомыми, соседями, для того, чтобы научить их этим упражнениям. Когда мне Ольга Николаевна предложила поработать с пенсионерами, я сначала задумалась, а потом думаю, ну ведь им же тоже надо развивать мышление, память, внимание. И, в общем-то, когда я посмотрела эти методики, думаю, в общем-то, они схожие, поэтому трудностей-то не возникло. И я с большим удовольствием поняла, что с пенсионерами работать еще интереснее, чем с детьми. Участники проекта раскрашивали картинки обеими руками, решали математические примеры, играли в настольные игры. А в конце обучения получили в подарок наборы, с помощью которых смогут заниматься со своими соседями. Я уже собрала группу из 10 человек и нашла помещение. То есть по окончании вот этих занятий я буду обучать других. Они все с удовольствием согласились. Тренировать память нужно в любом возрасте, говорят педагоги. Для этого можно решать кроссворды, судоку, математические задачи, учить стихи и осваивать новые упражнения. Достаточно выделить 20 минут в день. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. На протяжении 10 лет портал «Самарские татары» является интернет-представительством Самарского татарского сообщества в мировой сети, в котором отражена жизнь татар, проживающих на территории нашего региона. В доказаря отметили два праздника – день рождения портала и журнала. Подробности в репортаже Елены Чернявской. На протяжении 10 лет интернет-портал «Самарские татары» представляет Самарское татарское сообщество в мировой сети. Авторы рассказывают о жизни, праздниках, знаковых событиях татар, проживающих на территории нашего региона, публикуют очерки и о героях нашего времени, приводят достойные примеры для подражания, обращаясь в первую очередь к молодежи, говорят о татарской национальной жизни в России, в Самарской области. И журнал, и портал находят своих читателей по всему региону и за его пределами. Мы пишем не только о татарах, мы пишем и о чуваших, о грузинах, о бассетинах и так далее. И прекрасно понимаешь, что мы живем в многонациональном регионе, у нас более 150 народностей проживают. И понятно, что чем больше мы пишем о культуре, о традициях этих народов, люди их начинают лучше понимать. В этот же день, свой 11-й день рождения, отпраздновал одноименный журнал. Он является единственным в российских регионах ежеквартальным полноцветным изданием на русском и татарском языках, которое приобрело популярность и за пределами России. И собственное желание, чтобы наш народ мог вокруг чего-то объединяться, чтобы о успехах наших соплеменников могли писать в журнале, о чем-то предупреждать, о чем-то сообщать, для чего-то организовывать. Но мы для этого и стараемся. Поэтому спасибо всем, кто помогает нам в издании журнала. За прошедшие годы медиапортал «Самарские татары» стал единым информационным пространством, которое объединяет материалы различных источников и знакомит не только с событиями в жизни татар Самарской области, но и с широким спектром тем по истории и татарской культуре способствует укреплению добрососедских, межнациональных и межконфессиональных отношений. Актуальные материалы публикуют и в то же время всегда интересные герои предстают перед нами на его страницах. Именно поэтому городская администрация и все население нашего города имеет счастливую возможность приобщиться к культуре самарских татар, ведь материалы в этом журнале не только на татарском языке, но и на русском. И именно это важно, потому что журнал распространяется также во все библиотеки нашего города, бесплатно передается в библиотеки школ. 11 лет подряд интересно и честно журнал рассказывает о ярких событиях из жизни татарской общественности, национальных традициях и современности, поднимает проблемы сохранения и развития татарского языка и татарского образования. Люди интересуются, смотрят, ну как бы это... И народ идет, так сказать, много со временем. И сейчас уже и пожилые люди хотят смотреть именно вот по интернету, потому что читать, как бы сейчас даже есть функции, которые будут читать тебе текст. Поэтому, ну, благо есть то, что вот народ хочет и сохраняет свои традиции, свой язык, свою культуру. Татары и башкиры – это крылья одной птицы. Вот поэтому мы всегда с татарами настолько живем дружно. Благодаря вот этому порталу спасибо вообще татарам и в первую очередь Илья Сбумерычу, что он организовал вот такой портал для нас, для всех татар и башкир Самарской области. И не только Самарской области, и для всех татар и башкир, можно сказать, всего мира, кто интересуется жизнью татар. День рождения прошел в ДК «Заря». На сцене выступили творческие национальные коллективы, детские коллективы школы «Яктылык». Фольклорный ансамбль «Заман» посетили праздник и гости из Казани. Елена Чернявская, Петр Поломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Красочный облик двор по улице Победы 84 получил благодаря губернаторскому проекту «Содействие», сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». Здесь обновили внутриквартальные проезды, тротуары и дорожки. Пространство детской площадки в центре двора заполнили игровой комплекс. Качели-балансир, двойные качели – все на безопасном прорезиненном покрытии. Также во дворе появились вазоны для цветов, скамейки и урны. Дворы преображаются по инициативе благодаря вовлеченности жителей в процессы благоустройства. Важным условием участия в губернаторском проекте «Содействие» является софинансирование проекта из трех источников. Средства жителей или представителей, социально ориентированного бизнеса, муниципальный и областной бюджеты. В этом году в Самаре преобразился 51 двор по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернаторский проект «Содействие» позволил привести в порядок более 20 дворов. Жители Самарской области могут записаться к нотариусу проще простого. На госуслугах появился новый сервис «Запись к нотариусу». Он позволяет записаться онлайн всего в пару кликов. Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти по ссылке, затем выбрать дату и время, а также тему обращения. Также можно сразу узнать, какие документы принести на прием и отправить их заранее на проверку нотариуса. Услуга доступна всем авторизованным пользователям портала госуслуги, как физическим лицам, так и предпринимателям. Информирует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявляет о начале проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства. Окончание приема заявок 30 ноября. По всем вопросам рассмотрения заявок обращаться по адресу «Город Самара, улица Невская-1». Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Самарской области активно развивается сельское хозяйство, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. В промышленном подразделении Центра социального обслуживания в рамках нацпроекта «Демография» организована работа пункта «Проката технических средств реабилитации». К категориям граждан, имеющим право на получение социальных услуг, к проката относятся. Граждане пожилого возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью. Инвалиды – трудоспособные граждане, временно утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с болезнью. Несовершеннолетние дети, утратившие способность к самообслуживанию и к передвижению в связи с болезнью. От имени заявителя может выступать законный представитель или другое доверенное лицо, пишет телеграм-канал промышленного района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok